всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду решили приготовить сегодня одну штуку начинку завернутую лаваш как это назвать еще не придумал поэтому посмотрите ролик и предложить свой вариант хочу не просто завернуть начинку лаваш а запечь потом это дело в духовке я этим летом был в москве на презентации своей книги и буквально в последний перед отъездом заехал к столику мне угощал пловом завернутым лаваш а потом запеченным все дело прогретом в микроволновке с обдувом ну короче в результате получилось что этот лаваш очень классно хрустел рассыпался буквально мне понравился такой вариант подачи я хочу такое сделать только не с пловом а вот с сегодняшней начинкой к сожалению в наших краях лаваш не купить в качестве заведом и есть иногда использую листы тортильи но они маловатенькие и нормально завернуть в них то что я хочу завернуть и получится поэтому я буду использовать тесто фило а вы конечно берите тонкий лаваш в качестве начинки меня будет картофельное пюре обжаренный фарш с луком и сыр поехали картошку надо начистить и отварить для фарша он мне говяжий лук надо почистить и обжарить и Ну, конечно, эффектно помешает. Сначала не смогли насвинячить. Ну, как иначе-то? Сыр надо нарезать брусочками. Сыр надо нарезать брусочками. К фаршу хочу добавить протертых томатов. Может быть, и свежих, но они у нас уже, мягко говоря, не ахти. Вот так будет достаточно. Вообще, я очень часто использую протертые томаты именно из пакетов консервированной, потому что они, как правило, по вкусу оказываются ярче, чем даже свежие. Ну, за исключением, может быть, двухлетних месяцев. Но такие томаты все по вкусу разные. Одни более кислые, другие более сладкие. Поэтому я всякий раз выправляю получившееся блюдо на вкус, добавляя соль, сахар. Сахар практически всегда приходится добавлять. Итак, соль, как усилитель вкуса, перец для яркости, можно его побольше. И такой же усилитель вкуса сахар. У меня такой мелкий. Но вкуснее, конечно, будет коричневый. Перемешать. Отлично. И снять пробу. Вот это вот. Соль, сахар нормальная. Острота нормальная. Не хватает кислоты. Знаете что, я еще и вустерского соуса добавлю. Немножко. Винного уксуса. Наверное, где-то столовую ложку. И вустера. Клей и перец у меня постоянно на столе. Я, наверное, пару столовых ложек можно смело добавить. Ну, вот так. И перемешать. Вот сейчас будет другое дело. Совершенно другое дело. Отлично. Все. Начинка из фарша готова. Картошка. Тоже готова. Сливаем с картошки воду и делаем пюре. Пюре. Пюре у меня будет самое стандартное с маслом и молоком. Вы же знаете, чем больше масла, тем пюре вкуснее, правильно? А еще можно со сливками делать. Тоже очень хорошо получается. И время добавлять молоко. Сто раз я слышал, что молоко нужно добавлять обязательно горячее, потому что картошка станет серой. Когда-то давно, когда я готовил в России, лет 15 назад, картошка, некоторые разновидности, действительно становилась более серой, если добавлять холодное молоко. Но последние лет 5 жизней в России и вот уже 6 лет жизни в Испании я добавляю в картошку, в картофельное пюре холодное молоко. И она абсолютно не становится, картошка эта, картофельное пюре не становится серого цвета. Я подзываю все дело в сортах картошки, которые сейчас выращивают и продают. У меня есть хороший знакомый, шеф-повар ресторана. Так вот, после разговора с ним, я выяснил, что единственный повод положить в картошевное пюре кипящее молоко, это добиться более длительного срока хранения такого картошевного пюре. С холодным молоком оно относительно быстро скисает. Но мы это пюре съедим сегодня, поэтому что мне морочиться и лишний раз кипятить молоко. Мечусь на кухне, когда нарукий бобер, уже весь красный, очень жарко. Духовку можно включать, чтобы еще жарче было. Режим конвекции, температура 190 градусов. А теперь сборка. Смотрите, какое оно тонкое. Продается, кстати, в тех же отделах, где есть слоеное тесто на магазинах. Видите, как папиросная бумага. Даже слишком тонкая, поэтому мне придется брать несколько слоев. Кладем слой. Смазываем его маслом. Обязательно. Я беру растительное масло. И сразу следующий слой. Если готовить с лавашом, то достаточно будет одного слоя. Там заморачиваться слоями не нужно. Так. И опять масло. Не пугайтесь, что слишком жирное, потому что масло растительное. Я кисточкой наношу очень тонкий слой. Вот так, я думаю, будет достаточно. Теперь кладем начинку. Сначала картофельное пюре. Достаточно широкой такой лентой. Теперь фарш. Фарша не надо много. Вот этого достаточно. И сюда кладем кусок сыра. Остается завернуть. Так. Есть. Еще смажу немного маслом, чтобы она приклеилась хорошо. Вот так. И края надо запечатать, заткнуть. И вот так. Все. Отличный. Просто отличный рулончик получился. Вы уже придумали название? Надо застелить фольгой, чтобы легче потом было все снимать. И укладываем. Вот в красоте. Один рулон готов. И так же поступаем со всеми остальными рулонами. Или рулетами. Ну, короче, придумайте название и предложите. Продолжение следует. Навертел рулетов, убираю их в духовку. Сколько по времени, не знаю. Минут, наверное, 15-20 займет. Главное, подрумянить это тесто снаружи. Потому что начинка внутри вся готова. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы еще и сыр там поплавился. Но это уже так, вторично. Минут через 15-20 загляну. Долгожданный момент. Надо смотреть что-то внутри. Попробую разрезать. Слишком тонкое тесто фило, поэтому оно такое лопается и расползается. Я думаю, с лавашом было бы удобнее. Так, ну и что здесь у меня получилось? Может, было бы, наверное, еще подержать в духовке, но я бы повиделся, остальные начали лопаться уже. Эти рулеты. Начало расползаться все. Если побольше подержать, тогда он более румяный был. Хотя уже хрустит. Вкусная штучка с сыром. Сыр нужно выбирать как можно более яркий для этого дела, я считаю. Классно. И основную идею, которую я в этом деле, в этом рецепте предполагал развить, это использование не свежеприготовленного пюре, не свежеприготовленного фарша. Такого, который, допустим, остался. Допустим, делали вы блины с фаршем, с мясом, у вас немного осталось. Куда его деть? Разбавили его томатом, немножко сдобрили соусами какими-то на свой вкус, с перцем, по-прочем. И вот это небольшое количество фарша с достаточно большим количеством картошки можно пустить вот на такие классные рулеты. Или не рулеты. Короче, придумайте название и предложите. Доверять бузаката. Огромное спасибо за компанию. Ставьте лайки, дизлайки, репосты, не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok